Уважаемые дамы и господа, ужасающие сообщения СМИ об Эболе не останавливаются. В Нигерии врачи и медицинский персонал из-за паники перед заражением Эболой бежали из больницы. В связи с этим сообщением СМИ мы продолжаем освещение темы о вирусе Эбола. Мы приветствуем вас на нашем медийном комментарии. Эбола, будет ли объявлена всемирная эпидемия? Сначала мы напомним вкратце о свином гриппе и о следующих открывшихся обстоятельствах. Чтобы объявить свиной грипп в мае 2009-го пандемии, ВОЗ специально изменила свое определение понятия «пандемия шестого уровня». Такой критерий пандемии, как высокий уровень смертности, был в то время бесцеремонно удален. Также интересно, что американский производитель фармацевтической продукции «Бакстер» запатентовал вакцину против вируса свиного гриппа H1N1 уже за год до первого случая заражения этим вирусом. Нынешний образ действий всемирных органов здравоохранения при предполагаемой эпидемии лихорадки Эбола и свином гриппе практически идентичны. За день до того, как ВОЗ провозгласила фазу пандемии для лихорадки Эбола, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, согласно исследованию известного эксперта по вакцинации Ханса Тользина, изменили определение лихорадки Эбола. Это значит, что при положительном тесте на Эбола, малярия и другие заболевания тоже должны считаться возможной причиной заболевания. И еще, как мы уже сообщали в нашей передаче от 16 августа 2014 года, США уже в течение некоторого времени владеет патентом на штамм вируса Эбола и обеспечили себе эксклюзивные права на изготовление вакцины против лихорадки Эбола, что теперь означает практические изменения определения лихорадки Эбола для Африки и всего мира. В медицине в общем заболевание вначале описывается в форме симптомов. При Эбола это температура, боли в конечностях и понос. Но это медицинский факт, что, например, заболевшие малярией или заболевшие от питья загрязненной воды или от употребления испорченных продуктов, а также имеющие отравление пестицидами или прививками, могут иметь точно такие же симптомы, какие приписываются заболеванию Эбола. На основании изменений, проведенных Центром по контролю и профилактике заболеваний, теперь достаточно положительного теста лаборатории на Эбола, чтобы определять пациентов как заболевших исключительно лихорадкой Эбола и лечить медикаментами, предназначенными только против этого вируса. Из-за определения вируса Эбола неспецифическим путем добавляется еще опасность, что вполне здоровые люди могут получить положительный тест на Эболу. Уважаемые дамы и господа, если новое определение вируса Эбола Центром по контролю и профилактике заболеваний будет внедрено, то в ближайшем будущем цифра заболевших Эбола может резко подскочить, не только в Западной Африке, но и по всему миру, только на основании предполагаемого положительного лабораторного теста. Стоит понаблюдать за развитием мнимой пандемии и поставить под вопрос сообщения официальных СМИ. Доброго вам вечера!